МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представители, в европейской промышленности дела не слишком хороши. В 2012 году произошло сокращение промышленного сектора, которое дает 15,1% европейского ВВП. Мы отдаляемся от поставленной вами цели добиться того, чтобы в 2020 году промышленность обеспечивала 20% ВВП. Мы должны верить в промышленность. Немыслимо выйти из кризиса, не имея промышленной структуры, которая позволяет Европе создавать рабочие места. Они достаточно строгих мер, направленных на сокращение государственного долга. Эти меры должны сопровождаться настоящей стратегией реальной экономики в пользу промышленности и развития внутреннего рынка. США среди тех, кто возлагает надежды на промышленность. Благодаря в том числе резкому сокращению стоимости энергии, они смогли восстановить экономический рост быстрее, чем Европа. Успех США во многом связан со сланцевым газом, добываемым методом гидроразрыва пласта. Это дополнительный шанс или риск? На мой взгляд, это шанс. Но необходимо научиться добывать его, не нанося ущерба природе. Было бы ошибкой заранее исключить такую возможность для Европы. А мы должны ускорить технический и научный анализ, чтобы понять, как мы можем использовать этот источник энергии, чтобы сделать нашу промышленность более конкурентоспособной. Европейская комиссия по заданию Совета до конца года должна изучить влияние цен на энергию на промышленность. Малые и средние предприятия оказались в определенной степени между молотом и наковальней, государственными органами, которые не платят свои долги предприятиям, и трудностями получения банковских кредитов. Европейский закон обязывает государственные органы выплачивать долги в течение 30 дней. Но в таких странах, как Греция или Италия, этот срок превышает 150 дней. Что вы собираетесь делать? Вы обещали нулевую терпимость. Я обещал нулевую терпимость, потому что если обязанность граждан платить налоги государству, то не менее важна обязанность государства оплачивать компаниям их работу для государства. Срок 30 дней, в ряде случаев 60. Но также важно погасить предприятиям старые долги государственных органов. Италия самый выпиющий случай. Она задолжала около 90 или 100 миллиардов евро. Исследование, проведенное Европейским Центробанком в 2013 году, показало, что малые предприятия жалуются, что условия доступа к финансированию ухудшились. Но Европейский Центробанк выделил дополнительные средства в помощь банкам. Почему эти средства не поступают из банков в реальную экономику? Банковский союз существует для облегчения условий использования бизнесом средств. Мы достигли операционного соглашения с Европарламентом и Европейским Советом, которые открывают путь малым и средним предприятиям к займам до полутора миллиона евро. Третье базельское соглашение, которое требует наличия резерва на счете для получения кредита, не будет применяться столь категоричным образом. Иными словами, от малых и средних предприятий, которые будут обращаться за кредитами, потребуют меньших финансовых резервов на их счете. Таким образом, число кредитов вырастет, и они станут более доступными для малого бизнеса. Кроме того, мы уделили больше внимания малым и средним предприятиям в бюджете ЕС на 2014 и 2020 годы. Речь идет о программах «Горизонт-2020» и «Косме», которые призваны помочь развитию малых и средних предприятий. Эта программа очень интересная, однако в бюджете на 2014 и 2020 годы ей отведено небольшое место. Доминирует в нем, как и раньше, сельское хозяйство и территориальное сотрудничество. Не могли бы вы сделать больше для компаний? Несмотря на средства, выделенные на территориальное сотрудничество, все же существует возможность направить средства и на развитие промышленности, создание инфраструктуры, на развитие малого и среднего бизнеса. Вместе с тем, необходимо положить конец использованию средств на проведение всевозможных сельских фестивалей и концертов. Следует отметить, что Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк при поддержке Совета, то есть те, кто представляет государство ЕС, решили привлечь средства комиссии Европейского инвестиционного банка для финансирования малых и средних предприятий. Поговорим об индустрии моды, где 5 миллионов рабочих мест оказались в зоне риска из-за распространения контрафактной продукции. Вы недавно встречались с представителями индустрии моды. Что вы им пообещали? Мы выработали жесткую стратегию борьбы с контрафактной продукцией. Покупка контрафактного товара помогает организованной преступности, которая стоит за этим бизнесом, чей оборот сопоставим с торговлей наркотиками. Вы готовите план действий в помощь модной индустрии? А мы готовим такой план. Эта отрасль за пределами Европы работает на ее имидж. И эта отрасль может привлечь туристов на два события, которым мы придаем большое значение. Это Экспо-2015 в Милане и чемпионат Европы по футболу, который пройдет во Франции в 2016 году. Европа вновь стала конкурентоспособной в биотехнологиях и нанотехнологиях, когда речь идет о науке. Но когда речь заходит о том, чтобы реализовать идею в производстве товаров, здесь все обстоит хуже. Что вы можете пожелать компаниям в этой отрасли, чтобы стимулировать их конкурентоспособность? Многие годы результатами европейских исследований в этой области пользовались японские и китайские компании, которые конкурировали с нашими предприятиями. Теперь с этим покончено. Принята большая программа «Горизонт-2020» в области исследований и инноваций. Эти деньги предназначены для того, чтобы использовать результаты исследований и инноваций в промышленности, связать их с промышленной политикой. Тем самым мы пытаемся решить проблему, которая наносила реальный вред нашим предприятиям. Последний вопрос. В феврале состоится европейский саммит, посвященный конкурентоспособности и промышленности. Что вы можете пообещать европейцам, которые опасаются делокализации и возможной потери работы? Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы наряду с бюджетным пактом, координирующим европейскую бюджетную политику, координировать на общеевропейском уровне и политику, направленную на экономический рост. Мы совершили прорыв после долгих лет политики, основанной исключительно на экономике финансов и услуг, к политике, основанной на реальной экономике, когда финансы и услуги призваны поддерживать эту реальную экономику. Только так мы сможем создать новые рабочие места и конкурировать на мировом рынке, сделав ставку на качество, а не на количество. Спасибо, господин Таджани, за ваше интервью телеканалу Евроньюз.